просмотр дзинлю и новости здесь также пушку показали и анонсы ивентиков просмотр дзинлю я уже вышел за свои пределы повязки на глаза я уже вышел за свои пределы вскоре смогу не устоять перед марой но я выбираю не смотреть в бездна снедаемая тревогами эти вперед завязанными глазами смотрят телефон завязанными глазами так уникальные следы статус спектральная трансмиграция повышает сопротивление эффектам персонаж ну для персонажа разрушения которых чуть чаще бьют в принципе почему бы и нет после использования умения непостижимая зорница следующее действие персонажа продвигается вперед видимо обилку когда ты еще не файл не фазу не прокнула может наоборот уже к прокнула по названию посмотрим морозный призрак статус спектральная трансмиграция повышает носимый сверхспособностью урон чтобы ультить во время уже рабочей пассивки ну поехали смотреть техника спорте техники создает вокруг персонажа пространство на несколько секунд противники в этом пространстве получают статус заморозка я прям представляю включить в этой виртуалке где свинки копилки бегают сразу их всех заморозить чтобы не убегали в начале боя с противником в пространстве персонаж восстанавливать свою энергию получать несколько уровней статуса сизигия и шанс наложить на противника в стаду заморозка на несколько ходов противник со статусом заморозка не ваше совершать действие получают дополнительные санислав спасибо за рисап я не то нашел спасибо спасибо за рисап базовая атака просто ледяной урон про одному противнику логично усиление навыка наносит ледяной урон выбранным противнику и соседним целям и также расходует несколько уровней статус сизиги это способность не расходует очки навыков то есть вначале она расходует навыки сформить статус потом начинает взрывными атаками быть бить в 1 в 3 таргета и больше урона носить с шансом заморозить противника видели он замерз он замерз она замораживать умеет плюс путь памяти в виртуалке если она не только замораживает пассивкой да но еще и белками умеет видимо талант ё-моё трансмиграт это анимация такая ну думаешь просто по ним такой типа кривый урон блин может быть не знаю вообще было бы написано может быть что с шансом заморозить хз ну посмотрим как релизница здесь не до конца понятно кадзинлю имеет несколько уровней статуса сизиги она входит в состоянии спектральной трансмиграции которая продвигает действие персонажа вперед повышает крит шанс а затем усиливать навык непостижимая зорница до навыка луна на застывшей реке то есть непостижимая зорница это все-таки непрокаченный то есть ешка продвигает вперед чтобы как можно быстрее накопить эти статусы и быстрее перейти в трансмиграцию чтобы стать сильнее поглощает хп всех союзников которые равно определенному проценту от их макс хп хп каждый союзник может быть поглощено только до 1 единицы сила атаки повышается на определенный процент поглощенного хп процентов от макс хп то есть чем более же больше жирных юнитов пачки тем для нее лучше тем больше силы атаки получат то есть для нее надо брать в пачку какую-нибудь пусть они с максимальным хп 10 тысяч до под сигнатуркой и каких-нибудь жирных хиллеров саппортов сверху еще бою может бою может наташ не знаю астов хп и так далее ее повышение сил атаки имеет верхний предел который же равен определенным проценту от его а ну тут можно высчитать просто цифры и может быть в любой пачке будет набираться максимал очка хз до окончания состояния спектральное нельзя войти в это состояние повторно статус трансмиграция может складываться до максимально третий уровень к уровня и сеги опускается до ноль она теряет этот статус так щас дайте на сморч навык но с ледяной урон с одному и получает несколько уровней статуса видимо 2 потому что всего их может быть видимо 3 или хз уровни опускаются если зимой урон выбран противнику с соседним целям усиленно ну вот и все в принципе все прочитали еще жмем типа ешку если есть ульта ульта вроде тоже ждя че сверхспособность не показали что а вот же также получает несколько уровней здесь нее тоже глаза краснеют да только цвет какой-то другой не красные да 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 может они это поменяли гифчику презентации было две ячейки для заряда но вот как их все собрать эти две ячейки а ну типа ультой уже в момент в начале лучше наверное ешками набирать перейти в статус потом ультануть чтобы набрать еще и как можно подольше посидеть в этой пассивке видимо потому что она же не тратит это уже третий цвет глаз да 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 ну тип того да интересно что делает пушка я не смотрел 1164 хп 582 атаки большие цифры атаки и хп крит урон владельца повышается на 20 ка союзник получает атаку или теряет хп владелец союзник получает так или теряет как получает один уровень статуса он из отмени до трех каждый из которых повышает урон следующей атаки на на 28 сколько там 42 процента достижение третьего уровня позволяет атаки проигнорировать 12 защиты 42 урона 20 крит урона и игнор 12 процентов защиты сразу после ешки она лучше выглядит лучше чем сигната не хэна на даньхэна так не ну это союзник должен урон получать ну вообще на даньхэна да звучит тоже прикольно если так подумать 12 защиты сбивать но это надо чтобы союзники три раза урон как-то получили перед его большущей атакой хэзэ ну сильно если еще певу взять так не когда ты игнорируешь защиту тебе наоборот лучше не брать юнитов которые срезают защиту что ты как бы меньше проигнорируешь когда защиты мало и хаться в богах не нужен профит но главное чтобы это это сигна хороша против врагов которые уешат например там элитка да которая двух чел ледяная элитка который двух чел с топорами призывает да которая постоянно вот этим ледяным ветром бьет или еще чем такое она потребляет но с ней это понятно мы сейчас про других персов обсуждаем что пушка вроде неплохая для других персонажей да здесь чё здесь сигнатурка асты здесь такая себе пушка эрудиции и шанс попадания эффекта владельца повышается на 20 а ну и нормальная пушка сам по принципе я правда не помню кто с ней в баннере идет так и вентики значит смотрите сразу же помню в первый день с выхода версии начнутся билеты а вот баннеры как раз сам по ценцу и леса ну хорошо в принципе неплохие пушки ну для лисы конечно пробитие отвратительно ужасное воспоминание о прошлом такое себе такое себе эфирные войны вот что самое важное в день релиза патча то есть в среду мой день рождения выйдет как раз одновременно этот ивент с покемонами я надеюсь его можно будет полностью пройти будем прям весь день надеюсь в нем залипать потому что ивент выглядит прикольно я конечно боюсь что на самом деле он будет часа на 3-4 но если он хотя бы будет часов на 6 то есть там во первых диалоги во вторых прокачка покемонов в третьих там сборы разных пачек надеюсь будут сложные уровни которые там реально надо будет только определенными пачками проходить вот надеюсь будет в среду прям контента там сюжет будет но это сюжет ивента я имею ввиду а так ну квест дзинлю должен выйти сразу же на планарный раскол начнется только 20 октября новый сюжет миссия будет доступна бессрочно после выхода версии 1.4 продолжение освоения дорога освоения вновь вспыхнула серебром среди звезд соединяя между собой миры участие продолжается а значит на старой сцене разыгрываю разыграться новое представление ведь миссия своими пункт назначения вместе без меня не выступить на пункт продолжение освоения откроет новые землю уже знакомых мирах ну да это квест это и мы получается новую локацию там мы исследуем новый локус это и стопас на белобоге но это новое освоение белобога и вот миссия еще дзинлю короче контента достаточно это штуки которые покупают только киты это battle pass брони и гепардом и и все собственно да на этом вроде бы все новости все и и и и и и и и и